В результате этого события родился тот режим, который просуществовал 9 лет, 10, а потом он перетек плавно в тот режим, который существует сейчас. Что за событие произошло в октябре 1993 года? Кто мне может рассказать? Да, 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 заходите. КЧП? Расстрел Белого дома. Расстрел Белого дома. КЧП это 1991 год. И дело в том, что из практики моей, я читаю курс русской истории и для студентов, а у меня есть такой курс для бизнесменов, для управленцев. И вот одна парадоксальная вещь есть. Студенты, слушатели, вообще люди, они так в общем что-то помнят про Киевскую Русь, про времена Петра I, Ивана Грозного, революцию. Но как только мы подходим к послевоенному периоду, и уж к периоду совсем последних 20 лет, вот тут начинается такая туманная вещь. Хотя это вроде близко, и это то, что люди должны помнить в принципе. Скажите, пожалуйста, из того, что вы знаете, что произошло 3-4, что значит расстрел Белого дома? И вот что, кто был противоборствующими сторонами? Правительство и президент. Правительство и президент? Верховный совет и президент. Верховный совет и президент, да. А по поводу чего шла, а в чем шла речь? Что они степились? Это просто была схватка личности, или за этим какой-то стоял смысл серьезный? Ну, по-видимому, решалось, у кого будет власть. И все? Значит, вот поэтому я хочу сегодня на эту тему поговорить. Вот, потому что, вот сейчас я делал фильм на эту тему, и даже работа над фильмом показала, что события эти, ну вот некие события, и вот все. Значит, поэтому я хочу сегодня просто побеседовать на эту тему, и в такой лекционной манере, не в обычной нашей манере, как вопрос-ответ. Значит, один из главных вопросов, который задается по поводу вот этого противостояния Октябрьского, это когда началось противостояние. Началось оно значительно раньше, чем октябрь 93-го года, потому что, как вы знаете, 2 января 92-го года произошло какое событие в экономической жизни нашей страны? 2-ое декабря, 2 января 1992-го года. Это приватизация, вовчеризация? Нет, еще приватизации, вовчеризации не было. Еще нужно было сделать так, чтобы у людей не было средств соучаствовать активно в приватизации, чтобы им просто не на что было приватизировано. Заморозка вклада? Это не заморозка была, это было другое, это было обрушение цен, то есть не обрушение цен, а резкий подъем цен, и говорили, что цены вырастут всего лишь в 3-5 раз, они выросли в 30-40 раз, и в результате сбережения людей обнулились. И это означает, что эти люди не могли участвовать в серьезной приватизации, потому что с чем ты будешь приватизироваться? Поэтому уже 13 января Хасбулатов, тогдашний председатель Верховного Совета, выступил с резкой критикой вот этих всех движений. Но процесс шел дальше, и 20 марта 1992 года Верховный Совет получил программу Чубайса. И вот эта программа была ориентирована на то, чтобы приватизировать все по полной программе. Каков был расклад сил? И вот это самое главное, дело не в личностях. Дело в том, что в борьбе с Горбачевым Ельцин опирался на поддержку Запада. Запад списал Горбачева уже в 90-м году, и списал его по нескольким причинам. Запад в целом был недоволен Горбачевым, что он не контролирует ситуацию. Но главное, англичане, американцы и французы не могли простить Горбачеву того, что он пошел на объединение Германии. Поскольку они были против этого, особенно Тетчер и Миттеран, то есть Франция и Великобритания. И вот этот шаг Горбачева, он обнулил его в глазах Запада, и Запад начал делать ставку на Ельцина. То есть, основа вот этого Ельцинского рывка с 90-го года это поддержка Запада. Значит, а кто был с Западом, какие социальные группы были связаны с Западом здесь, в Советском Союзе? Это были та часть будущей буржуазии, которая была настроена на то, что называется компрадоры. То есть, те, кто готов был стать функцией транснациональных корпораций, которые не собирались развивать государственно-монополистический капитализм, а готовы были встроиться в эту западную систему. Противостояли им те, кто собирался создавать здесь государственно-монополистический капитализм. Причем, такого корейско-японского образца. И за модель эти люди хотели взять южнокорейские чеболи. Чеболи – это такие концерны. И, как говорил один из людей, который его проталкивал к идею, когда он предложил эту идею Чубайсу и Коху, они ему, правда, не в тех выражениях, которых я сейчас скажу, в цензурных выражениях, они ему сказали, Сережа, ты все усложняешь, мы все украдем и так. Вот. И запад нам поможет. Значит, то есть, иными словами, речь была не только в противостоянии Ельцина и Хасбулатова. Это пена. Главным образом решался вопрос, по какому пути будет развиваться Россия. По пути полуколониальному или по пути государственно-монополистического капитализма. Ельцин, поскольку он ориентировался на помощь политическую Западу, он оказался, ему, Ельцину, было вообще плевать, ему самое главное было о власти. Ему было плевать о полуколониальной, четверть колониальной, хрен колониальной. Ему важно было остаться у власти. Но поскольку сила была на Западе, его объективными союзниками стали те, кто выступал за полуколониальный тип развития России. Тем временем конфликт постепенно обострялся, потому что в марте 1992 года Международный валютный фонд выставил 20 требований к России, которые она должна была удовлетворить. И Верховный Совет после этого перешел жестко в оппозицию, потому что выполнение этих требований превращало Россию в полуколониальную страну. Ельцин понял, что в этой ситуации Верховный Совет будет блокировать абсолютно все его инициативы. Значит, рано или поздно, если он не сломает Верховный Совет, он лишится поддержки Запада. Поэтому в июне 1992 года Ельцин нанес визит в Вашингтон, договорился о каких-то вещах. Мы можем только предполагать, что в Вашингтоне ему сказали, давай-давай, мы поддержим ваши демократические... То есть никто не говорил, разгоняй парламент, мы поддержим ваши демократические начинания и так далее. И по возвращении из Вашингтона он подписал ряд постановлений, которые рушили наиболее крупные и успешные предприятия экономические. То есть их подводили под банкротство. В это же время раскручивалась спираль инфляции и в результате ваучеры обесценились к этому моменту. Их общая стоимость была 4 миллиарда, это и так очень мало. Она упала до 1,2 миллиарда в этот момент. 1 июля 92 года произошла еще одна очень важная вещь. А может кто-то знает просто, особенно экономисты. А здесь экономисты есть? Еще раз, какой был? 92-й. А вы экономист, да? А у Вас был какой-то такой курс, ну вот экономик типа экономической истории, нет? История экономической ученики. Понятно. А, здрасте. А экономической истории не было? Нет. Вот в этом отношении, вы знаете, я в августе провел 10 дней в Лондоне и читал английскую прессу каждый день. 5 главных английских газет каждое утро читал. И вот газета Financial Times в редакционной статье, потрясающая, коротенькая, но потрясающая редакционная статья. Как нужно преподавать экономику? Financial Times обрушилась с жесточайшей критикой на преподавание экономики в Англии. И сказали следующее в этой статье в редакционной. К сожалению, в наших экономических вузах преподают историю экономической мысли. То есть, то, что сказал тот или иной теоретик. Дело в том, что, а, теоретики могут ошибаться, б, они выражают определенные взгляды. И самое главное, экономические теории не имеют никакого отношения к реальности. Если мы хотим научить людей экономики, то мы должны учить их тому, научить их понимать, как думают те, кто принимают экономические решения. То есть, научить экономическому стилю мышления. А не тому, что там писали люди. Это уже потом. У нас же учат, и у нас, кстати, также учат историю политических учений, историю экономических учений. Но это все имеет чисто историографическое значение. Без этого, безусловно, нельзя. Если ты учишься играть в шахматы, сначала теорию дебютов, потом все остальное. Но если у тебя теория дебютов главная, то дальше ты играть все равно не сможешь. И в этом отношении, скажем, есть замечательная книга «Игра с мейстером Котова», как стать гра с мейстером, там как раз речь идет о том, как думают гра с мейстером. Так вот, 1 июля 1992 года была введена конвертируемость рубля. И понятно совершенно, что в ситуации, когда есть доллар и есть рубль, они конвертируемы, рубль проигрывает. То есть началась экспансия доллара, и опять же это вызвало протесты Верховного Совета. И обратите внимание, уже осенью 1992 года в окружении Ельцина заговорили о необходимости государственного переворота. Нужно разогнать Верховный Совет. И совпало это, как это ни парадоксально, на первый взгляд, после, это произошли, все разговоры начались после визита в Москву шефа ЦРУ Гейтса. Вот он приехал с 15 по 18 октября, он здесь побыл, 92 года, не 93, 92 года. И после этого начали обсуждать планы переворота. Вообще нужно сказать, что визиты высших чинов ЦРУ, открытые, а иногда не очень открытые, они тесно совпадали вот со всякими телодвижениями Ельцинской команды. Значит, наряду с экономическим разгробом замаячил военно-политический. Речь идет об урановой сделке. Кто слышал что-либо об урановой сделке? Черномордин отдал там все, да? Черномордин никто, он сам отдать не мог. Ему он мог сказать Ельцин. То есть они отдали весь наш военный запас урана? Не весь. Большую часть. Большую часть, совершенно верно. А за что? За сколько они отдали? За копейки. Самое главное даже не в этом. Значит, вот смотрите. Урановая сделка это вот что такое. Разговоры начались 6 октября 92 года. 18 февраля 93 года было все подписано и уже договорились о сроках. Значит, что это за сделка? Это акт государственной измены, по сути дела. Российская Федерация за 20 лет должна была продать США 500 тонн оружейного урана. 500 тонн оружейного урана. Это четверть всего урана, который был произведен в 20 веке. И 90% всех имевшихся у нас в России запасов урана. То, что снимается с ядерного оружия, то, что вообще просто складируется. Россию это превращало во второстепенную ядерную державу. А США удваивали свой ядерный потенциал благодаря этому. То есть, по сути дела, это была ядерная капитуляция, одностороннее ядерное разоружение. Причем, в договоре СНВ-2, стратегически наступательное вооружение, был пункт. Российская Федерация должна начать поставку в США переработанного урана, полученного в результате демонтажа ядерных вооружений. То есть, мы демонтируем свои ядерные вооружения, собираем уран и отдаем американцам. Значит, мы им отдали за суммы разные, от 12 до 20 миллиардов реальная стоимость где-то, по разным тоже оценкам, от 300 миллиардов до 500 миллиардов. Ясно, что эти деньги пошли в карманы тех чиновников, прежде всего, которые... Но потом ведь Буш и обвинил Черномырдина, Буш-младший сказал, что Черномырдин вор. И Черномырдин оправдывался в своей манере, он говорил, как же так вот Буш про меня сказал. Я знал его папу. А он такие вещи про меня говорит. И вот, но поскольку это была сделка, официально это была сделка Черномырдин в год, то есть Черномырдин премьер-министр и вице-президент США, демократы. Буш и республиканец, он, естественно, их мочил по полной программе того и другого. Значит, так вот, в СНВ-2 был пункт. Поставка в США должна начаться не позднее, 1 октября 1993 года. Но ясно было, что Верховный Совет никогда этот договор не ратифицирует. И это значит, что пока существует Верховный Совет, вот этот, никакого урана США не получат. То есть, тем самым наносился, Верховный Совет объективно мог нанести удар по Ельцину, по Западу, по США. Ну и очень интересную фразу сказал потом Клинтон. «Успех российских реформ означает укрепление безопасности США». То есть, что значит российские реформы? Это ядерное разоружение и разгром экономики. То есть, Клинтон выразился очень и очень откровенно. Когда американцы поняли, что Российский парламент, Российский Верховный Совет ни за что не ратифицирует эту сделку, стало это ясно, в конце 1992 года начались визиты разных людей. В феврале 1993 года приехал бывший президент США Никсон. В марте 1993 года приехал канцлер Германии Коль. Они обсуждали один вопрос. Установление твердой демократической власти в России. Твердая демократическая власть – это власть без Верховного Совета. После визитов Никсона и Коля Ельцин обзвонил всех лидеров «семерки». И они все его заверили, что они поддерживают его на пути демократических реформ. И тогда появилась фраза, что Верховный Совет – это прибежище коммунофашистов. То есть, коммунистов и фашистов, которые стоят на пути демократических реформ. То есть, Запад, по сути дела, морально поддержал Ельцина в его будущих силовых акциях. В марте 1993 года произошел кризис политический. Ельцин был готов арестовать съезд. Причем, когда ему сказали, что они могут не выйти из здания Верховного Совета, он сказал, что будем их выкуривать определенным газом. И он готовился к аресту. С другой стороны, та сторона тоже не дремала. И Чубайс как-то сказал, что он был готов, что противоположная сторона его арестует. То есть, все было на весах. Но тогда, в марте, все рассосалось и ситуация заморозилась. 7 июля 1993 года в Токио собрались лидеры стран «семерки», это вот G7. И «семерка» решила, обратите внимание, что они решили сделать. Они решили открыть в Москве специальное представительство «семерки» для содействия реформам. То есть, они создавали здесь некое теневое правительство, которое должно было советовать Ельцину, как проводить реформу. Подчеркиваю еще раз. Реформа – это разгром экономики и ядерное разоружение. 20 июля произошло столкновение двух экономических программ, которые представили разные сетки. Значит, одна программа называлась «Проект программы неотложных мер выхода России из кризиса». Ее представил человек по фамилии Лобов. Речь шла об усилении вмешательства государства в экономику. Это была такая программа строительства государственно-монополистического капитализма. Однако против выступил человек по фамилии Ясин. Это теперь, сейчас он, тогда он был министр. Сейчас это научный руководитель высшей школы экономики. И такой идеолог полуколонизации России. 6 августа программа Ясина была одобрена Ельцином. Причем, сначала он хотел одобрить программу Лобова. Но на него надавили представители «семерки». И 6 августа программа Ясина была одобрена. А 7 августа в Россию приехал новый директор ЦРУ в Улсе. И после его визита началась подготовка к разгону Верховного Совета. В Москву стали прибывать группы боевиков из разных регионов Российской Федерации. Но у противников, то есть у противоположной стороны Верховного Совета была своя разведка. Они создавали свои отряды боевиков. И 17 августа 1993 года произошла первая проба сил. Дело в том, что 17 августа в Москве должен был состояться, он состоялся, точнее, митинг противников Верховного Совета, на котором должны были собраться такие сторонники Ельцина. И во время митинга предполагалось, что какая-нибудь сумасшедшая, типа Новодворской, Кликуша или кто-то другой, начнет орать, что вот Белый дом, там собрались коммуны фашисты, давайте их прогоним. После этого толпа должна была унести оттуда депутатов, а Ельцин на следующий день должен был сказать нечто вроде «Ну, народ, это нехорошо силовое, но народ захотел, и мы это сделали». Но дело в том, что противоположная сторона тоже не дремала. И она ровно 17 августа, собрались либерасты, а где-то через квартал митинг сторонников Верховного Совета. То есть ясно стало, что если это пойдет на Верховный Совет, то произойдет столкновение. И Ельцин понял, что без поддержки военных ему не решить этот вопрос. Поэтому 1 сентября 1993 года Ельцин посетил Таманскую и Кантемировскую дивизии. Встречался с военными, говорил о том, как им прибавить жалования и так далее. На следующий же день, 2 сентября, были подписаны финальные документы по урановой сделке. 2 сентября. Потому что до 1 октября нужно было все это делать. Ну и наконец, 21 сентября в 20.00 Ельцин выступил по телевидению и огласил указ номер 1400 о поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации. Речь шла о распуске народных, съезда народных депутатов. В чем очень интересно. Как стало потом известно, перед выступлением, за час до выступления на телевидении Ельцин отправил текст своего выступления о разгоне Верховного Совета. Как вы думаете, кому? Американскому послу Пикерингу. Американский посол ознакомился, сказал, что демократия соблюдена, все хорошо. Но Пикеринг был уже готов к тому, что придет такая бумага. Потому что 13 сентября министр иностранных дел России Козырев был с визитом в Соединенных Штатах. И он поставил госсекретаря США Кристофера в известность, что будет на пути демократизации, нам нужно убрать Верховный Совет. И Кристофер сказал, что Соединенные Штаты полностью понимают позицию Ельцина в его борьбе за демократию в России, против остатков коммунизма. И что все страны-семерки поддерживают. Кстати, после того, как Ельцин выступил по телевидению, он позвонил Миттерану, который его полностью поддержал. То есть, президент Франции. Что по этому указу делалось? Значит, распускался съезд народных депутатов, то есть, Верховный Совет. И распускался. И назначались выборы в новый орган, в Государственную Думу. Это было абсолютно полное нарушение Конституции. В Конституции говорилось, что в случае, если президент распускает Верховный Совет, его деятельность в качестве президента прекращается незамедлительно. То есть, по сути дела, Ельцин совершил государственный переворот. Причем, слухи о том, что это произойдет, он выступил в 20.00, слухи пошли уже утром. То есть, это мне напомнило ситуацию, когда решался вопрос о судьбе Павла Первого, когда был заговор, в тот день, когда его убили, вечером извозчики ездили по Санкт-Петербургу, показывали в сторону Михайловского замка и показывали, делали вот такой жест. То есть, это как мультфильм. Марио идет грабить банк, ограбление по-итальянски. Значит, чем ответил Верховный Совет? Они не изложили Ельцина с поста президента. Конституционный суд во главе с Зорькиным квалифицировал указ Ельцина как антиконституционный. И в ночь на 22 сентября началось формирование ополчения вокруг Белого дома. 24 числа Белый дом получил ультиматум. Но вот что интересно, 22-го все это произошло, 4 дня депутаты в Белом доме сидели и ничего не делали. Они не призвали граждан к восстанию. Они не... вот это ополчение, которое стало формироваться вокруг Белого дома, это была спонтанная реакция людей, тех москвичей, которые решили защищать Верховный Совет. И Хасбулатов, и особенно Рудской, они полагали, что они договорятся с Ельцином. То есть, они полагали, что можно сыграть ничью. И в этом была их роковая ошибка, потому что Ельцин на ничью играть не собирался. Он собирался их разогнать, потому что их не должно было быть. Значит, затем, 26-го числа была создана очень странная структура. Фронт национального спасения. Это была анти-Ельцинская структура, которая должна была сплотить тех, кто выступал за защиту Верховного Совета. Но когда автор лучшей работы о событиях 3-4 октября, Александр Владимирович Островский, историк из Питера, у него сейчас книга переиздана, я вам очень рекомендую ее, собственно, я пользовался ей и целым ряда других вещей, называется «Расстрел Белого дома». А.В. Островский. Она только что переиздана. У нас даже презентации книг были вместе с ним на последней ярмарке одновременно. Я презентовал свою, а он вот эту. Так вот, фронт народного спасения – это те, кто боролся с Ельцином. Но вот что интересно. Непонятно, откуда у них вдруг появились деньги у этих ребят. И когда Островский спросил Полторанина, уже много лет спустя, года три назад, «А каковы были отношения ваши с фронтом народного спасения?» Полторанина была откровенна и цинически сказал мне, «Да мы экспансированы». То есть, Ельцину нужна была такая контр-Ельцинской команде. Когда я говорю Ельцин, это не только Ельцин, это западные спецслужбы, это весь этот кластер. Им нужна была структура, помимо Верховный Совет враг, а это вообще экстремисты. И в этом отношении очень хорошо сказал один из участников событий о причинах поражения российского парламентализма. Он сказал следующее. Исход трагических событий в октябре 1993 года в немалой степени предопределила хорошая внедренность спецслужб в оппозиционные партии и движения. Я вам потом на некоторых примерах это поясню. Но то, что с самого начала фронт народного спасения манипулировался из Кремля, это создало... То есть Кремль сдал себе козыри, Кремль играл белыми, а эти только реагировали. И кроме того, постоянно думали о том, что можно будет договориться. Например, некоторые военачальники предлагали помощь Рудскому и Хасбулатову. А те говорили, да нет, не надо, мы думаем, что обойдется, не надо гражданскую войну начинать. То есть, если ты не хочешь прибегать к насилию, значит ты будешь объектом насилия. Вплоть до 27 сентября все можно было решить миром. Верховный совет был готов на компромиссы, но Ельцин нужен был силовой вариант. И в этом отношении его подталкивал Запад к силовому варианту. 10 сентября МВФ заявил, Международный валютный фонд, Россия может рассчитывать на кредиты только в том случае, если пойдет по пути углубления экономических реформ. То есть, иными словами, не разгонишь Верховный совет, не дадим денег, нечем будет платить внешний долг и тебя сметет толпа. То есть, в этом отношении Запад все время подталкивал Ельцина. С одной стороны, политики говорили, что они его поддерживают, поддерживают, а экономисты ему говорили, давай, иначе не получишь денег. С 27 числа, сентября начинается блокада Белого дома. А с 28 она становится полной. Полная блокада Белого дома. В чем очень интересно, что исследователи, которые занимались потом этими событиями, документов МВД, подтверждающих, что вот был такой приказ о блокаде, не найдено. То есть, это был устный приказ, который не имел никакой легальной силы. Но это была, тем не менее, не проблема для сидельцев в Белом доме. Они использовались подземными ходами. Из Белого дома, как говорили мне, знающие люди, то есть, из вот этого здания, по которому стреляли, но по нему можно было, по подземным ходам, знающие люди могли провести человека километров на 30. Можно было уйти в разные стороны. И в том числе, кстати, и в сторону Кремля. И в этом отношении означало, что и со стороны Кремля могут прийти в Белый дом, и поэтому там поставлены были мины и так далее. Очень интересную фразу сказал генеральный прокурор Степанков. Он сказал об этом своему приятелю, одному из депутатов, которому удалось по подземным ходам пробраться, выбраться из Белого дома. Он пошел к Степанкову и начал спрашивать, что происходит. И Степанков сказал ему следующее. Это генеральный прокурор, который сидит вместе с Ельцином. Он ему сказал так. Мы все тут всего лишь пешки. Течение событий не сможет изменить даже Ельцин. Он сам показался мне заложником. Значит, и ему так велено, так решено. В здании Верховного Совета прольется кровь. Это ты знай и прими меры предосторожности. В 1991 году вот таким образом разрушили СССР и КПСС. А в этот раз уничтожат Советы и парламентаризм. Мне очень интересно, кто же был тот игрок, который все решил, и по поводу которого Степанков сказал, что все уже решено и Ельцин ничего не может изменить. Это означает, что игра была уже расписана. 29-го появилась первая жертва. Человека убили случайно. А вот в ночь с 29 на 30 сентября Казблатов на совещании в Верховном Совете сказал, что у него есть информация, что Кремль готовит провокацию с пролитием крови. Очень интересное заявление сделал 30 сентября тогдашний министр внутренних дел Баранников, который через два года умер при очень странных обстоятельствах. По-видимому, его отравили. Он сказал, сообщил следующее. Как только началась 28 сентября осада Белого дома, на Лубянке появились резиденты ЦРУ и Интеллиджент Сервис британской, которые начали ездить туда каждый день как на работу. Это было зафиксировано по их машинам, на которых они приезжали. То есть они приезжали каждый день на Лубянку и руководили всем этим процессом. В это время в Америке решался вот какой вопрос. В Америке решался вопрос о выделении средств на комплексную программу помощи Российской Федерации. Сенаторы и конгрессмены не хотели давать этого. И вот этот кризис политический сыграл на руку. Тот же Островский считает, что Ельцин мог бы разогнать Верховный Совет в самом начале сентября. Но дело в том, что в Америке вопрос о выделении помощи России решался в конце сентября. А Клинтон потом в мемуарах написал, что он использовал политический кризис в России для того, чтобы додавить Сенат и Конгресс, чтобы они выделили эти деньги России. То есть была договоренность между Ельцином, можно предположить. Он говорит, я иду на урановую сделку, я иду на это, но дайте нам денег, потому что у нас денег нет. Клинтон говорит, а сенаторы и... Я утрирую, испрямляю ситуацию. А Сенат и Конгресс ничего не дадут. Очень хорошо. Мы устроим коммуно-фашистский переворот, попытку в России, и тогда они все дадут. Так оно и вышло. 30 сентября, а у нас уже было 1 октября, это была пятница, видя, что происходит в Москве, демонстрации. А в демонстрации были странные совершенно. Выскакивали какие-то люди, кричали «Слава России!», вскидывали вот так руку, вытаскивали свастику. Тут же оказывались здесь американские корреспонденты. Они это все фотографировали. И все это шло в Америку. И когда Клинтон объяснил, что если мы не поддержим Бориса, то к власти придут коммунисты и фашисты в России. И Россия опять станет такой, которой она была раньше. Так что лучше дать денег. И 30 сентября, и Конгресс, и потом и Сенат сказали «Да, все, выделяем деньги». После этого можно было уже разгонять Верховный Совет. Все, деньги получены, дело сделано. В Верховный Совет можно было завершать кризис и разгонять парламент. Но для этого нужно было спровоцировать сторонников Верховного Совета на некие действия, что и было сделано. 2 октября прошла первая репетиция провокации. Была демонстрация. Вдруг, откуда ни возьмись, появились люди, молодые ребята, человек 40, в черных куртках, лица закрыты, и они начали строить баррикады и швырять камни в милицию. Милиционеры могли это все разогнать, но они действовали вяло. Тут же появились кинооператоры, которые это все засняли и все это по СНН показали. Я тогда был как раз в Америке и следил за этим всем по СНН. Я смотрел, ну и действительно создавалось со стороны впечатление ужас какой-то. Там вообще сейчас вот эти люди, да, они с красными флагами были, с националистическими лозунгами. И для тех людей, которые смотрели со стороны, создавалось полное впечатление, что националисты и коммунисты сейчас возьмут власть в Москве. Но очень интересная вещь. С Верховного Совета тоже стороны были ребята не лыком шиты, они занимались перехватом разговоров. И был перехвачен 2-го числа разговор крупного милицейского начальства. Один крупный милицейский начальник говорил другому, в понедельник все будет кончено. То есть 4-го октября все будет кончено. То есть 2-го, 3-го числа мы дадим им порезвиться, мы покажем всему миру коммунофашистский переворот, а в 4-м мы это все зададим. Значит, 3-го октября демонстрация собралась на площади у метро Октябрьская, где памятник Ленину. Представляете, где это, да? Значит, как МВД блокировало демонстрантов? Они заблокировали их со стороны Ленинского проспекта и со стороны Житной. То есть, ребята, двигайтесь в сторону Крымского моста и по Садовому кольцу, чтобы они прошли мимо Американского посольства. На Крымском мосту стояло небольшое милицейское оцепление, и в переулках было 300-350 человек. В переулках было с одной стороны 2000, с другой стороны 900 человек. Эти люди никуда не двигались. Толпа пошла на милиционеров. И вдруг в толпе опять появились примерно 40 молодых ребят, очень крепких, в черных куртках, которые смели милицейские вот эти вот кордоны и двинулись, а за ними двинули все остальные вдоль по Садовому кольцу. Милиция, которая стояла в переулках, даже не двинулась. То есть, они могли бы их окружить и никуда не пускать, но они никуда не двигались. Значит, все они двинулись в сторону Белого дома, прорывать блокаду. Это была задача прорвать блокаду. Когда они подошли к Белому дому, из окон гостиниц Мир по демонстрантам начали стрелять. То есть, ударили пулеметы. Тем не менее, демонстранты прорвали оцепление вокруг Белого дома. Из мэрии тоже были выстрелы. И чтобы не дать себя спровоцировать, Рудской и Ачалов приказали ответный огонь не открывать. От Белого дома к Останкино двинулась автоколонна во главе с генералом Макашевым. Они двинулись по Садовому кольцу. Вы знаете, что около метро Маяковского есть такой тоннель. Вот в тоннеле стояли бронетранспортеры, которые могли их остановить. Им спокойно их притормозили немножко. А потом сказали, ну давайте дальше, двигайте. То есть, нужно было, чтобы они двинулись к Останкино. Ну, Макашев там кричал, берем Останкино, не будет ни мэров, ни пэров сейчас там, всех вообще. Значит, и Макашеву не пришло в голову, что это может быть провокация. Почему их пропускают? Их совершенно спокойно пропускают. Тут люди с камерами бегают, их снимают. И Макашев, тем не менее, двигался. Вот не пришло ему в голову. Он, безусловно, не был провокатором. Он просто был военный, который потом Островскому во время... Островский брал интервью. Макашев сказал, я выполнял приказы. Я военный. Но ведь военный, это же не значит, здравствуй, дерево. То есть, видимо, настолько это было, сказать, такое упоение. Вот сейчас мы тут всех их порвем. Значит, кто видел кадры штурма Останкино документальные? Очень рекомендую посмотреть в интернете. Значит, дело вот в чем. Значит, штурм произошел таким образом. Человек сел в машину и пробил дверь стеклянную. Но Макашев сказал, что он такого приказа не отдавал. А потом был выстрел из гранатомета и столпы штурмующих по Останкино. Следствие потом даже доказало, не было у штурмующих гранатометов никаких. Ни подствольных, никаких. В ответ на выстрел из гранатомета демонстрантов стали поливать с трех сторон, то есть не демонстрантов, а штурмующих, с трех сторон начали поливать из пулеметов. Там поубивали довольно много народу. То есть штурма на самом деле Останкина никакого не было. Был выстрел из гранатомета, был вот этот грузовик, который ударил в стену, и потом был шквальный огонь, после которого все отступили. Ну и финал. 4 октября в 6 часов 43 минуты БТРы подошли к Белому дому, а около Белого дома был палаточный лагерь. Там примерно было тысяча человек, безоружных. Причем по официальной версии штурмующая сторона в 7.00 сделала последнее предупреждение, сказав, что в 8.00 начнется, тогда если вы ультиматум не выполняете осдачу, начинаем штурм. А расстреливать они начали в 6.43. Причем БТРы подъехали к Белому дому и начали стрелять по палаткам из пулеметов. Там были абсолютно безоружные, мирные люди, москвичи. И они стали их расстреливать. Из Белого дома выскочили две женщины в белых халатах, пытались помочь ранеными. Раненым их скосили пулеметные очереди, причем пулеметы были крупнокалиберные. То есть, это было такое спланированное убийство. И, наконец, в 10.00 подошли 6 танков из Таманской дивизии. И они открыли огонь по Белому дому. Белый дом вывесил белый флаг. В 15.58 танки прекратили стрельбу. А в 16.50 группа Альфа начала выводить капитулировавших депутатов. Вот здесь нужно сказать, что группа Альфа сыграла очень большую роль в сохранении жизни людей. И прежде всего, здесь честь и хвала генерал-майору Зайцеву, который командовал Альфой. Он, вопреки приказу, прошел внутрь и сказал, что он выведет, он дает честное слово, офицерское. И он выведет, он будет идти вместе с депутатами. В это время шли переговоры, и ему там говорили какие-то люди, ты что делаешь, мы совсем другим, у нас другие планы. А что Зайцев сказал? Я дал офицерское слово. И он вывел депутатов. Трудно сказать, что было бы, если бы они шли сами. Ну, наверное, Хасбулата, Рыскова не убили бы, но таких людей, скажем, румянцев и каких-то других, постреляли бы. Тем более, что их потом все-таки избили. Лютовали в основном сотрудники МВД и ОМОН. Альфа сделала очень грамотно все. Она защитила их, она вывела их за кольцо. Но очень многие ушли подземными ходами. Например, писатель Проханов уходил подземными ходами, и полгода до амнистии скрывался вообще его, так сказать, не было. Еще люди разные. Вот фамилию, которую я назвал, генерал-майор Овчинский, который в конце 90-х стал начальником русского интерпола и заместителем Рушайла. Он полгода после событий был в розыске и скрывался в одной из республик бывшего Советского Союза. Такой был демократ Станкевич, который потом проворовался, его в Польше долго скрывался, сейчас вернулся. И вот когда ему задали вопрос, зачем так жестоко расстреливали Верховный Совет, и вообще зачем так жестоко людей убивали, он сказал, чтобы другим неповадно было, пусть все видят и запомнят. Сколько было жертв? Значит, коллега Владимира Семеновича Овчинского, милиционер, он заскочил в Белый дом, как раз когда там заканчивали паковать трупы. А трупы складывались в такие вот штабеля. Он знал, сколько в одном штабеле, и быстро посчитал по количеству штабелей, сколько убитых лежит в Белом доме. То есть, те люди, которых убили около Белого дома. 1800 человек. Их погрузили на баржи, вывезли и где-то сожгли. Руководил этим почему-то по странным обстоятельствам человек по фамилии Починок. И Ельцин даже хотел ему дать звание генерал-полковника за все эти дела. И вроде бы даже подписал приказ, но потом выяснилось, что Починок никогда в армии не служил, и как-то вот нехорошо ему давать генерал-полковника. Но был он обласкан властью, потому что он занимался вывезением трупов и им на баржах по Москварике и в их сжигании. Была информация, что на красной прессе и на стадионе расстреливали ОМОНовцы тех, кого взяли в плен. Информация не подтверждается, может потому что свидетелей не осталось. Но вот свидетели того, как ОМОНовцы выводили людей просто во дворы из Белого дома и расстреливали, такая информация и есть. Есть свидетели. 5 октября появилось позорное письмо 42, так называемое. Это 42 деятеля так называемой творческой интеллигенции, среди которых были поэтесса Ахмадулина, поэт-песник Андрей Дементьев, совесть нации Академик Лихачев, ну и целый ряд других людей, роберт рождественский поэт. Они выразили свое удовлетворение, что разгромили коммуно-фашистский мятеж. Солженицын к ним присоединился, хотя его не было среди подписания. И вот этим письмом они не только оправдали убийц, но они еще и оболгали жертвы. Тем самым стали соучастниками преступления. То есть, вот то, что произошло в октябре, это еще одно из преступлений Ельцина. Первое преступление это Беловежская пуща, это заговор самый натуральный. Затем урановая сделка, это государственная измена. Конституционный переворот, это тоже можно приводить к государственной измене. Я не говорю о войне в Чечне, но вот на тот момент, на тот момент, это совершенно совершенные в течение двух лет три государственных преступления, за которые положена смертная казнь. То есть, Ельцин это государственный преступник в соответствии с той конституцией, которая тогда была. Значит, были ли шансы на победу у белодомовцев? Минимальные. Ельцин и его команда поддерживались Западом. И они все время шли на ход вперед. Кроме того, Хазбулажев и компания исходили из задачи сыграть ничью и договориться. То есть, они не понимали, что Ельцин идет на силовое решение. Единственным теоретическим шансом на победу для них было призвать народ к восстанию. Но они это сделать побоялись, потому что полагали, что здесь могут смести и их тоже. Ну и проиграли. Значит, было ли, продемонстрировали ли депутаты адекватное понимание ситуации? Нет, не продемонстрировали. Во-первых, они не понимали до конца позицию Запада. Хазбулатов, например, делал заявление для... Связывался с американским послом, делал заявление для западных политических лидеров. Не понимая, что западные политические лидеры уже дали отмашку, что их быть не должно. Кроме того, они не представляли ситуацию в стране. И верили дезинформации, которую запускал Кремль. А Кремль очень ловко запускал дезинформацию. Ну, например, запускается дезинформация. Ну, условно, там, Сибирский военный округ поддержал белодомовцев. А потом выясняется, что это дезинформация. То есть, сначала эйфория, а потом оказывается, что это неправда. И вот такие психологические качели, это такая типичная манера работы британской спецслужбы. То есть, я думаю, что этот ход был придуман именно ими. Кроме того, белодомовцы не поняли сути той провокационной игры, которая ведется. И постоянно ловились на это. Значит, стала ли армия на сторону Ельцина? Нет, армия в целом не стала на сторону Ельцина. На сторону Ельцина стала романская дивизия, причем не вся. Там отбирали офицеров. Далеко не все были готовы садиться в танки и стрелять по Белому дому. Там были такие собранные экипажи из разных танков. Ну и дальше события развивались очень интересным образом. Ельциноиды полагали сначала, что победа полностью, победа нокаутом. И вдруг на декабрьских выборах 1993 года, на которых предполагалось, что победит выбор России, эта гайдаровская партия, эта партия, которая потратила на выборы 48 миллионов, она абсолютно провалилась. Они набрали всего 15% голосов. Коммунисты набрались 13, а победила, кто знает, кто тогда победил? ЛДПР. 23% голосов. То есть это было протестное голосование. И это показало ельцинской команде, что народ не считает эту власть легитимной. А второй момент был еще более интересный. Вы знаете, что 23 февраля, прямо в день Красной Армии, Советской Армии, 1994 года, была дана амнистия всем участникам событий. И возникает вопрос, а что, Ельцин такой добрый был, что он дал амнистию? И все было на самом деле по-другому. Генеральным прокурором на тот момент стал Казанник. Человек абсолютной честности, очень наивный, очень такой, лох, слово плохое, но очень наивный человек, такой романтичный. Кстати, Ельцин ему обязан вообще своей карьерой. Потому что когда-то, когда Ельцин не прошел с первого захода в Верховный Совет, в 1990 году, Казанник отдал ему свой мандат. Ну и в благодарность Ельцин назначил его генеральным прокурором. После Степанкова, полагая, что вот все будет хорошо. Но дело в том, что генеральная прокуратура в углае с Казанником в 1993 году начала расследование событий 4 октября. И они пришли к выводу, что правительство, то есть Министерство обороны, Министерство внутренних дел, начало расстрел Белого дома задолго до ультиматума. И в результате Ерину, министру внутренних дел, и Грачеву, министру обороны, были предъявлены обвинения как исполнителем преступных приказов. Но если Грачеву и Ерину предъявляют обвинения в исполнении преступных приказов, возникает вопрос, а кто же издал преступный приказ? И дальше Казанник написал следующее потом в своих мемуарах. Мы понимали, что процедура привлечения Ельцина к уголовной ответственности исключительно сложная. Но в феврале 1994 года, во время совещания в прокуратуре, мы пришли к выводу, что придется расследовать уголовное дело и в этом аспекте. Ельцин пытался сначала договориться с прокуратурой, на что Казанник ответил жестким отказом, то есть пойдешь под следствие Ельцину. Что в таком случае оставалось с Ельцином? Было два варианта. Первый вариант, еще один переворот. Но на это уже духа не хватало. Был один переворот, были результаты выборов. И схватка с Генеральной прокуратурой, ну, это не совсем было по той ситуации. Второй вариант, объявить амнистию всем участникам событий и закрыть это все. Что и было произведено. 23 февраля 1994 года, человечек, которого, наверное, сейчас вы все забыли уже, может кто-то помнит, такой человек был Рыбкин. Помните такого человечка? Рыбкин, который прославился историей, он же был человек Березовского, но он прославился историей, его не то похитили, не то его собирались, не то собирались его убить, чтобы потом предъявить, что это сделали противники Ельцина. Причем, Рыбкин такой человек простой был, и он, когда выступал по радио, объяснял свою ситуацию, он говорил, ему сказали куда-то поехать, он говорит, я приехал, я стал озираться, где я? Ну, то есть, человек не вполне адекватный был на тот момент, а в 1994 году он был, скажем, такой абсолютно про-ельцинский. Значит, каков результат событий 1993 года? Значит, возникла полицейская диктатура Ельцина и банкиров, такой полуколониально-мафиозный режим, классовой основой которого стали олигархи. Об этом абсолютно откровенно сказал человек, которого зовут Ясин, и я уже говорил о нем. Значит, интересная вещь. Когда был арестован Ходорковский, Ясин разразился в ноябре 2003 года статьей в московских новостях. Он квалифицировал действия Путина как шаг к полицейскому государству. И вот как он писал, в защиту олигархов он писал, смотрите, это я цитирую на слову. «Ельцин нарушил в октябре 1993 года тогдашнюю конституцию, то есть прибег к государственному перевороту. Это позволило удержать курс на реформу». Конец цитаты. То есть Ясин откровенно признает, что был государственный переворот, и что единственным средством широкомасштабной экспроприации был вот этот вот переворот. Дальше цитирую опять. «Единственным социальным слоем, готовым тогда поддержать Ельцина, был крупный бизнес. За свои услуги он хотел получить лакомые куски государственной собственности. Кроме того, они хотели прямо влиять на политику. Так появились олигархи». То есть Ясин признает, что появление олигархов – это прямой результат государственного переворота октября 1993 года. И он пеняет Путину на то, что же ты делаешь. Человек, который тебя поставил, он создал олигархат, а ты олигарха сажаешь в тюрьму. Ты что же делаешь, ты что хочешь? Полицейское государство? То есть Ельцинское государство не полицейское, а вот то, что Путин посадил олигарха – это полицейский акт. Но для нас важно вот что. Что здесь Ясин зафиксировал две вещи. Первое. Слой, который поддержал Ельцина – это будущие олигархи. И что раз они поддержали, будь добр, выдай им возможность влиять на экономику и на политику. И Ельцин это сделал, а наследник Ельцина – Путин, ты что же делаешь? Ты что же нарушаешь уговор? И вот это очень интересный момент. То есть возникновение полуколониальной экономики, установление финансовой опеки над страной. Ну а дальше начался либеральный геноцид. Население уменьшалось каждый год на примерно миллион, то есть на 900 тысяч. И так длилось примерно до 2002 года. А потом Путин начал постепенно менять эту ситуацию. Раздвигая коридор, правда, ему помогли внешние обстоятельства, безусловно. Американцы после 2001 года, им было не до нас, они занимались Ближним Востоком. Цены на него подскочили. И воспользовавшись этим моментом, Путин раздвинул коридор. За что его так не любят на Западе? За что его не любят наша пятая колонна? Но на Западе по-разному совершенно, так сказать, есть разные причины нелюбви Путина во Западе. Как-то не парадоксально на первый взгляд. Я это очень хорошо почувствовал и в чтении английских газет. Как раз там была антипутинская кампания, связанная с законом о гей-пропаганде. Вот, как мне сказал один человек, который хорошо очень знает западную элиту, он говорит, Сирию могут простить Путину, еще что-то могут простить. Но закон о запрете гей-пропаганды не простят никогда. Вот эта западная элита ему никогда не простит. Потому что этим он ей плюнул в лицо просто. И вот этот момент очень тоже интересный. Значит, иными словами, двухходов 1991 год, окончание Горбачевщины и 1993 год, это возникновение того, что называется Ельцинщина. И все 90-е годы пошли под знаком последствий этого переворота. Вот, собственно, что такое были события 1993 года, которым вот-вот сейчас будет 20 лет. Должен выйти фильм, в котором я принимал участие. Я думаю, будет масса публикаций, но я вам очень рекомендую книгу Александра Островского. Она хороша еще вот в чем. Александр Островский блестящий аналитик. Это очень серьезный ученый. Он, с одной стороны, занимается серьезной аналитикой. Например, у него есть работа, кто стоял за спиной Сталина, кто поставил Горбачева и про расстрел Белого дома. С другой стороны, у него есть книга. Зерновое хозяйство России 19-го, начало 20-го века. Скотоводство России 19-го, начало 20-го века. И сейчас он заканчивает работу «Русская деревня» 19-го, начало 20-го века. То есть, это серьезный ученый и блестящий совершенно аналитик. Он виртуозно владеет материалом. Ему не удалось всерьез поговорить только с несколькими людьми. Например, когда он задал вопрос Анпилову, не думает ли Анпилов, что фронт национального спасения финансировался Кремлем, а он уже получил подтверждение от Полторанина, который был тогда на стороне Ельцина. Анпилов зарал в него провокатор, оботелил и указал на дверь. Из чего Островский сделал вывод, что Анпилов, скорее всего, догадывается, что ими манипулировали. Но это уже игры спецслужб. Вот, собственно, что я хотел вам рассказать. Я хочу, чтобы вы знали этот кусок нашей истории. Он очень важен. А книга Островского интересна тем, что это просто учебник аналитики. То есть, то, чем мы здесь занимаемся. Если есть вопросы, я на них отвечу. А роль спецслужб наших, как советство российских, то есть, они какое участие, там же патриотический блок, вроде наших спецслужбов? Он был, патриотический блок, был на стороне Белого дома. Они поставляли информацию, но начальство-то было не на стороне. И, кроме того, здесь очень активную роль. Вот, когда я еще до книжки Островского, когда я смотрел, как это было провернуто, я не верил, что у нас в 93-м году были люди, которые могли все это организовать. А по каким-то другим вещам было понятно, что здесь очень активно консультировали. Вот, Баранников сказал про британскую и американскую разведку. Наверняка здесь должен был быть задействован МОСАД по логике вещей. Просто без него не могло обойтись. И здесь нужно, просто помните, Запад защищал свои интересы. Им нужно было опрокинуть, сделать Россию второстепенной ядерной державой и начать разгром российской экономики. То есть, не для того, чтобы ее разгромить, а для того, чтобы отсюда выкачивать капиталы. То есть, это их задача была. Они ее выполнили. К ним претензий нет. Претензии к пятой колонии должны быть, а не к ним. Еще какие-нибудь вопросы есть? Да, у меня вопрос. А почему вы называете Российское правительство коммунистическим фашистским? А, это не я называл. Дело в том, что термин коммуно-фашист или красно-коричневый был изобретен ельцинской пропагандой. И поскольку в конфликте Верховного Совета и Ельцина на сторону Хозбулатова встали те, кто раньше выступал против Ельцина с коммунистических позиций. Их там было всего 10%. Но пропаганда за это уцепилась и назвала их коммуно-фашистами. Почему фашистами? Потому что там были националисты из группы РНЕ, русское национальное единство, Баркашовцы, которые явно тоже манипулировались нашими службами в свое время. Ведь дело в том, что наши националистические организации в позднее советское время создавались пятым управлением КГБ, которым руководил Филипп Денисович Бабков, который позднее стал начальником, формально начальником охраны Гусинского, МОСТ. Я думаю, что на самом деле он и был главным человеком в этой структуре, а Гусинский был заседателем. И их называли тогда красно-коричневые. У Александра Анатольевича Параханова даже есть вещь, которая называется «Я красный». Вот он называется, по-моему, «Я красно-коричневый». Потому что их тогда всех заклинили как красно-коричневый. То есть, если ты националист и фашист, а если ты коммунист, ты красный, значит, ты красно-коричневый. Так что, это не я говорю об этом, а это был такой пропагандистский ход, рассчитанный главным образом, кстати, на Запад. И Западу все время показывали картинку. Смотрите, вот видите, кто может прийти к власти, если вы нам не поможете. И Клинтон очень активно говорил, если мы не поможем Борису, то к власти придут коммунисты. Причем, никакими коммунистами там всерьез не пахло. Повторяю, главный водораздел шел такой. Россия пойдет по пути развития государственно-монополистического капитализма, концерны типа Чеболей. Или это будет полуколониальная экономика компрадорская, из которой будут высасывать средства. Победили компрадоры вместе с Ельцином. И сейчас нам предстоит реиндустриализация, о которой все время говорит Путин. Нам нужна реиндустриализация, нам нужна реиндустриализация. Но теперь нам подниматься значительно с более низкого старта придется, чем тогда. Потому что экономика промышленность разрушена. А если учесть, что впереди маячит, действительно замаячила серьезная большая региональная война, поскольку для тех, кто делает деньги на нефтедолларах, сейчас самое милое дело втравить в войну Иран, то есть напасть на Сирию, нанести удар по Ирану. Иран тогда закроет Армузский пролив. И цены на нефть подлетят так, что мало не покажется. Кто проиграет от подъема цен на нефть? США выиграют. Европа и Китай. Это будет удар страшный по Европе и по Китаю. Китайцы сейчас изо всех сил стараются быстро договориться, чтобы провести через Туркмению и Иран, чтобы искать авианосца. Это будет страшный удар по Китаю и страшный удар по Европе, как конкуренту США. Евросоюз де-факто развалится совершенно железно после этого. И дальше начнутся волнения в Европе. В этой ситуации, как в анекдоте, тут появляюсь я в белом фраке. Все в крови, в дерьме, тут появляюсь в белом фраке. То есть, Соединенные Штаты оказываются зоной, куда можно вкладывать капиталы. Ведь сейчас ситуация какая в мире? Как вы думаете, какое количество товаров в мире продается не за доллары? 50 процентов. Ведь чем Асад решил свою судьбу? В январе 2012 года он сказал, с китайцами я буду торговать на юанне, с Европой на евро, с русскими на рублей. В марте 2012 года началась буза в Сирии. В свое время Саддама Хусейна это тоже стоило жизни. Мы сейчас торгуем с Китаем на юанне и на рублей. То есть, зона доллара сокращается. А проблема, когда американцы отменили золотое обеспечение доллара, они же ввели нефтяное обеспечение доллара, они договорились с Саудовской Аравией, что Саудовская Аравия продает нефть только за доллары. То есть, например, хочет Франция купить у Саудовской Аравии нефть, сначала они франки меняют на доллары, а потом покупают. За это американцы сказали, мы вас будем защищать от всех, даже от Израиля. То есть, нефтедолларовая система это то, на чем базируется американская, не просто на долларе, на нефтедолларе. А сейчас зона этого нефтедоллара сокращается, поэтому американцам нужна региональная война, им нужно втянуть, то есть, каким американцам? Обаме не нужна. Обама войны точно не хочет, но войны хотят те, кто контролирует нефтедоллары, израильское лобби, и часть республиканцев, бывшие инораконы. Вот они очень хотят. Поэтому то, что Россия сделала вот этот шаг, сказал насчет химического оружия, что давайте-ка мы складируем, это мы очень протянули руку помощи Обаме, потому что Обама себя загнал в свое время в ловушку. Обама, чтобы не воевать в Сирии, лишний раз говорит о том, что недалекий он человек, это очень слабый президент, не просчитывающий варианты. Он сказал, в Сирии не будем воевать, вот красная черта. Мы будем воевать только в одном случае, то есть помогать оппозиции активно. Если сирийское правительство применит химическое оружие, применит химическое оружие, да раз, два, три, 11 сентября надо было, они башню свою взорвали, а уж химическое оружие применить, самое милое дело провокацию создать. Что и было сделано? Обама оказался в ловушке. И вот это предложение, которое сейчас мы сделали, мы забираем химическое оружие, а оппозиция так называемый сказал нет, а мы не отдадим, мы свое химическое оружие не отдадим, то есть они в проигрышной стороне. И сейчас идет очень такая перетягивание каната, но я почему-то думаю, что у Обамы и тех кланов, которые его поддерживают, не хватит у них силенок. Но сегодня же Керри заявил, что вы вернулись наблюдатели зоны серии, которые привели подтверждение, Ассад, да. Но есть другая версия, что они не, но произошла другая сегодняшняя вещь, которая очень с этим связана. Сам отказался занять место начальника, сейчас извините, алло, да, капиталин, у меня сейчас лекция, позвоните мне, пожалуйста, через минут 30-40, хорошо, или я вас наберу как только освобожусь. Ну вот, вот, то, что сейчас у меня высветилось, это ваш телефон ведь, вот закончится, я вам перезвоню. так вот, то, что Саммерс отказался занять место, я думаю, что, по крайней мере, я утром сегодня рано ушел из дома, мне Миша Хазин звонит и сообщает вот эту новость, он говорит, ты понимаешь, что это такое? конечно, понимаю, он говорит, это значит, что Ротшильды выиграли в этой ситуации, а Ротшильды тесно связаны с нашими силовиками и какую патриотическую речь вчера Путин сказал на Валдейском форуме, послушайте обязательно, как он сказал, во-первых, он очень ловко поддел, опять ему уже достали уже этих насчет геев, кто знает, что он сказал про геев? про Берлускони. он сказал, он говорит, Берлускони, вот если его там с мальчиком застали бы, никто вообще не вякнул бы, а говорит, вот с девочкой, пожалуйста. вот, очень такая четкая патриотическая речь, которая означает, дело в том, что силовики наши, у Ротшильды сейчас союз с Китаем, а наши силовики, прежде всего, Сечин, они вот ориентированы вот на эту часть, и это означает, что это нам в противостоянии с теми, кто хочется войну развивать на Ближнем Востоке, это нам большой плюс, потому что, как только закончится, если закончится Сирия, то вот эти 100 тысяч бандитов, которые там воюют, ну не все 100 тысяч, но 50 тысяч, окажется у нас в Дагестане, это вот один к одному, и это серьезная проблема, я правда почему-то думаю, что если надо будет, потому что не надо думать про, сказать, чеченская война непоказательна, почему-то я думаю, что если надо будет, спецназ наш, он задавит их очень быстро, но тем не менее, это будет проблематично, потому что любая война, это экономическое напряжение, Мы сейчас не в той ситуации, чтобы экономическое напряжение выдерживать. То есть, то, что сейчас происходит в Сирии, важная вещь, но значительно более важно то, кто станет сейчас директором ФРС. Кстати, в этом году, между прочим, 100-летие ФРС. Создание ФРС начался реально 20-й век. Потому что без ФРС, возможно, была бы Первая мировая война, потому что не из чего было бы финансировать. И то, что сейчас происходит в мировой верхушке по деньгам, по перемещению капиталов, это страшная интересная вещь. К сожалению, о некоторых вещах можно только догадываться. Но очень многие вещи есть в невидимом интернете. Если уметь им пользоваться, там много чего можно почерпнуть. И, к сожалению, сейчас все зациклены на насилие. Это важный, конечно, момент. Но то, что происходит в финансах сейчас, в мировых, это, конечно, штука просто решающая перемещение финансового начальства. Это поэтому у нас постоянно теперь говорят о сокращении расходов? Нет, я думаю, не поэтому. Это связано с какими-то другими вещами. Я думаю, я просто не думаю, я признаю, что у нас сейчас наше руководство всерьез озабочено большой региональной войной. И нужны средства для того, чтобы решить целый ряд вопросов. Потому что действительно может шарахнуть. А дело в том, что все крупные региональные конфликты в какой-то момент обретают свою логику. Они выходят из-под контроля тех, кто их запустил. И вот это, во сколько это около наших границ, вот это может раскрутиться, как вот такая вот спираль. И к этому нужно быть готовыми. Хотя далеко не все, не весь секвестор объясняется этим. Ну, например, то, что сейчас с Академией наук происходит, это либеральный клан, просто полагая, что времени остается не так много, надо хапнуть. Академия наук, это если вот все, что Академия наук сейчас владеет, перевести в ВВП, как вы думаете, это какой процент ВВП? Запомните, там заповедники, корабли, территории, ядерные реакторы. 7% ВВП. 7% ВВП. Ну, как же не хапнуть-то? Ну, как же не хапнуть-то? Это нужно только быстро делать. Вот. Но быстро у них не получилось, потому что Путин спустил на тормозах, в процесс. И быстро, в любом случае, вот сейчас уже быстро разгромить Академию не получится. А там как карта, как карта ляжет. Так что здесь масса всяких вещей, ведь нет просто такого черно-белого противостояния. Есть игры на разных уровнях, причем игра на одном уровне, она противоречит игре. Все очень-очень сложно. Я не случайно когда-то написал, что те люди, которые все валят на Сталина в 30-е годы, это люди, которые никогда ничем не руководили. Если ты руководил хотя бы 10 людьми, ты прекрасно понимаешь, что абсолютной власти не бывает. И чем больше у тебя подчиненных, тем меньше у тебя реальной власти. А уж если у тебя подвласть целая страна, то абсолютная власть – это абсолютный миф. Здесь масса групп, масса согласований приходит. Никто не может там сказать, ну я вот сейчас все-таки перестреляю и так далее, и так далее. Нет, это даже в 30-е было совсем-совсем не так. Так что мы очень часто, в ближайшие месяцы будут очень интересные вещи происходить. Внимательно следите за тем, что происходит. Через месяц мы с вами соберемся, в конце октября. Я думаю, тогда мы уже поговорим, во-первых, о том, что произошло. Последний раз мы с вами говорили, у нас была встреча в апреле, потом я начал кататься по командировкам. События 15 апреля – бостонский взрыв. И вот от бостонского взрыва до, наверное, событий 15 октября, с апреля по октябрь, вот в конце октября мы поговорим на эти темы. Вопросы есть еще? Есть. Да. Давайте еще один вопрос. Наверняка, если бы Ельцин не реализовывал курс обвала экономики, на кого бы поставили вместо Ельцин? Сместили бы его, кого бы готовили? Наверняка, ни одна линия была. Я думаю, из того, что я знаю, готовили связку Скоков со Сковец. Они серьезные люди были, оба, особенно Скоков. Скоков просто был серьезный, очень серьезный человек. И вот эта пара, и за ними стояли очень серьезные люди, которые живы до сих пор, и которые знали, как это делалось. Но все, все вот висело вот таким вот образом. Вот таким вот образом. Кстати, Ельцин некоторые шаги не хотел вовсе предпринимать. Но он настолько был зажат Запад. Запад его зажал во всякую коридор. И гдал по этому коридору. И логика такая. Ты потеряешь власть, и ответишь за Беловежскую пущу. Ты сядешь, а то еще похуже. И у него, кроме того, теряешь власть, потому что Ельцин был эгоман власти. То есть, здесь рассчитывалось все совершенно. Единственное, чего эти люди не рассчитали, они полагали, что Путин будет послушной их марионеткой. А вышло по-другому, потому что мировая ситуация изменилась. И он это использовал настолько, насколько он мог это использовать. И меня там удивляет другое. У меня сейчас я записал передачу на «Голосе России». Она уже есть в интернете, и всю неделю будет. Меня спросили про выборы в Москве, про Навального. И я сказал, что меня наш народ удивляет. Под крики о коррупции, о необходимости демократии, свалили СССР. Навальный сейчас делает то же, что делал Ельцин. Это поездки в транспорте, борьба с коррупцией. И люди как будто забыли, что было 20 лет назад. И это при том, что Навального раскручивают так же, как Джинджича в Югославии. В Югославии был такой блогер Джинджич, который появился вообще неизвестно откуда. Учился в Германии, работал там, он учился когда и работал еще мальчиком по вызову. Там его немцы вербанули и начали раскручивать активно. Он был неизвестный блогер. Вдруг он стал известный блогер, борец коррупции против режима Милошевича. Он стал мэром Белграда, потом он стал первым лицом в Югославии, сдал Милошевичу Гагу. А потом он решил переориентироваться с немцев на американцев и его застрелил снайпер. Вот Навального раскручивают абсолютно по схеме Джинджича. Ну, про Джинджича мало кто знает. Но вспомните, как раскручивали Ельцина. Как вот это все поездки. Ведь по одной и той же схеме нельзя же наступать на одни и те же грабные. Вот это меня совершенно история с Навального поразила. Меня поразило, что 27% москвичей за него проголосовало. Он же из пришедших. Из пришедших. А в реальности это до 6%. Это понятно. И голосовала в основном молодежь, которая не помнит этого. Хорошо. Но молодежь-то продвинутая, в интернете может прочесть. Но как же можно ловиться? Ну, например, он говорит там, это жулики. А ты с кем идешь? С Касьяновым, Миша 2%. С Немцовым, который оборвавил пенсионеров в Нижнем Новгороде. Ты идешь с ворами. И потом, в политике не бывает человек-одиночка. Человек это часть стаи, которая идет к власти. Значит, ты придешь к власти. Ты должен будешь расплатиться с этими людьми. Значит, ты с одними ворами борешься. Союз с другими ворами. Как же так? И вот удивительно, что люди этого не понимают. И удивительно не понимают, что демагогия. Вот Кричевский, наш экономист, он разобрал в своей передаче экономическую программу Навального. Ну, что это публизм, это полная ерунда. Вот. И, тем не менее, 6% проголосовало. За него вообще полпроцента должно было по логике вещей проголосовать. Ну, как же можно ловиться на примитивную? И ведь у него примитивная демагогия. Примитивная ведь. То, что он говорит, это мантры просто. Вот мантры, мантры, мантры. Он повторяет, повторяет одно и то же. И вот это поразительно. Особенно, если учесть, как разваливали СССР. Это ведь такая должна быть прививка уже, схема развала СССР, на которую второй раз, так сказать, пойматься, так сказать, ну, люди не должны ловиться на это. Да сама власть помогает. Понимаете, они воруют. И этим помогают. На этом выезжает. Ведь мало кто думает о том, что за ним стоит Касьянов и остальные рядом с ним. Я, на самом деле, был в штабе, но он, так, три треники проходил. Вовлечение, дискуссия, возражение. Ага. Вот. За него проголосовало до 700 тысяч. Те, кто сидели в штабе, ну, это вот, так сказать, этнически я не буду быть кто, но в целом, это, конечно, как раз те люди, которые, ну, скажем так, мало что понимают в жизни, и по этническому принципу любят группироваться. Вот, где у тебя, что Навальный-то выступает, как русский националист? Да, но все в его штабе представители. Не русские, не русские. Вот, все. И 95% приходило те же самые. Мне очень жаль, что Александр Андреевич Проханов, который беседовал с ним, я думал, что Проханов его подсечет. Но Проханов оказался, вот, он неправильную тактику выбрал в разговоре с Навальным. По-другому совершенно нужно было. У того несколько было уязвимых таких мест, по которым бить. А Проханов разговаривал с ним, я даже потом Проханов спросил, почему он по уязвимым местам не ударил. Ну, вот Проханов даже не смог это объяснить. Кстати, у Проханова вышел роман очень интересный. Там главное действие, одно из главных действующих лиц Навальный. Он там проходит под фамилией Градобоев. Ему, в конце концов, он получает пулю в затылок во время митинга. Называется роман «Время золотое». Там главные герои узнаваемы, там Путин, там некий-некий вымышленный советник. Некоторые считают, что это Сурков, это совершенно не Сурков. И Градобоев, Градобоев это Навальный. Вот, это очень-очень интересный момент. Я очень рекомендую прочесть эту вещь Проханову, так же, как его роман «Политолог». Это тоже очень интересная штука. Вопрос еще есть? Да, последний вопрос. А вот вы говорите, что Навального раскручивают какую-то схеме, а кто его раскручивает? Раскручивают. Ну, здесь можно догадываться. Я думаю, что те аналитики наши, которые говорят, что его раскручивает семья, главный человек, который сейчас Волошин, я думаю, что они недалеки от истины. Я думаю, что его раскручивает та власть истеблишмента, которая боится, что рано или поздно начнется свертывание либерального проекта и придется ответить за преступления. Путин, безусловно, идет по линии свертывания либерального проекта. Он идет очень неровным путем, шаг вперед, два шага назад. Но тенденция в ту сторону работает. И либеральный клан готовит человека, с помощью которого можно будет на него, а, давить, б, как Горбачева противопоставили Ельцина, вот мы раскрутим его. Только я думаю, что Навальный не та фигура, которая сможет сработать. Тем более, что есть разные молодежные движения. Я в этом году читал лекции на Селигере, я там прочел практически курс. На мои лекции ходило примерно 500-600 ребят. И я посмотрел, там были ребята, просто хорошо организованные, я с ними беседовал, я говорю, что вы делаете в этой ситуации? Они говорят, мы выйдем на улицу, вплоть до физического контакта со сторонниками Навального. Мы хорошо оторганизованы. Я посмотрел, действительно, они хорошо оторганизованы, они дружно ходили на лекции, грамотно все понимают. То есть, это такие, они говорят, мы понимаем, что нужно. И, кстати, они говорили, они были уверены, накануне, как раз когда у меня была презентация книжки на ярмарке книжной, я беседовал, они пришли туда поучаствовать. Я говорю, ну и что? Они говорят, мы уверены, что будет буза сторонников Навального, сколько бы они не набрали голосов, но говорят, мы готовы уже, сказать, у нас есть 7 тысяч, мы готовы 7 тысяч бросить и, сказать, то есть, вот как 17 августа, что я сказал, контр-митец. Это правильный абсолютно ход. Это абсолютно правильный ход, контр-ход. Вот, вот такая вещь. А зачем мы его приговорим? Вот, понимаете, какая штука? Этого я не знаю. У меня нет инсайдерского знания. Я думаю, что здесь на самом деле, ведь власть допускает очень много ошибок. Во власти есть много тупых людей, которые, вот сказано, действуют в этом направлении. Вот они решили действовать, действовать, действовать вот так. Я думаю, что вообще роль ошибок и неправильных ходов в политике, она настолько велика, что люди сначала делают, а потом соображают. Грубая ошибка. Грубая ошибка, да. Я думаю, что если бы, при том, что я очень сложно отношусь к этому человеку, но если бы в Кремле сидел Сурков, то был бы найден более изящный ход, потому что Сурков – это такой, в общем, мастер довольно изощренный. Он не ковбой, который хватает, стреляет, а потом, ну, елки-палки, зачем же я выстрелил? Кроме того, Сурков – эстет. Он очень любит эстетические формы, эстетические комбинации. Ему претят грубые ходы, такие вот, там, черепом, полбу. Кто-то думал, что остановим таким образом, потому что у нас есть люди, ну, например, на примере Белоруссии могу сказать. Там все время белорусский ГБ арестовывал массу народа. Владимир Семенович Овчинский съездил, прочитал лекцию, как противостоять стратегии Шарпа. И они сказали, да, понятно. Сколько у вас сейчас сидит человек? 35. Сколько из них реально представляет опасность? 5. Остальных выпустите. Остальных выпустили. Вот. Ребята очень простые. Сволочь, враг, значит, его нужно хватать и сажать. Вот. Неправильно, можно изящнее действовать. Я не призываю ко всеком циничным действиям, но я вспоминаю фильм Николай Бауман. Кто смотрел фильм в детстве Николай Бауман? Не помните? Ну да, по возрасту, конечно. Значит, Николай Бауман, ну, кто знает, ну, Николай Бауман понятно, кто такой? Это такой большевик, 1905 год. Николай Бауман накануне революции 5-го года арестовали. И вот там события, в жандармский участок приходят люди и говорят, выпустите Бауман, сейчас тюрьму разнесем. И они выпускают Баумана. И там начальник сидит и говорит, надо же, сволочь придется выпустить, и ничего мы с ним делать не сможем. Там ходит такой полицейский, который подпиливает так ногти, и говорит, чего же не сделаем? Можно, конечно, и другими средствами. И кадр меняется, нам показывают такого упыря вардалака черносотенца. И ему этот вот человек, который ногти подпилил, говорит, он говорит, Бауман, интеллигент, сволочь. И следующий кадр уже, этот упырь держит железную. Самый, вот Бауман и как убили? Он ехал на трамвай, на конке, этот подбежал, ударил по голове. Вот, то есть, это не изящное решение. Изящное решение, когда, так сказать, человек, вроде бы вот у него все есть, а он проигрывает, не может делать ходы. Вот Сурков был такой мастер. Он умел это делать. Но кроме него больше ни одного человека. Он не возвращает наскорб, слухи идут? Слухи идут. Я, когда его пошли эти слухи, я подумал, да, значит, понадобилась, сказать, игра. Ну, сидел сейчас, книжки писал, там, он же роман написал около ноля. А чего убрали? Не знаю. У меня нет инсайдерской информации по этому поводу. Вот, чего не знаю, того не знаю. У меня даже догадок нет. Очень часто людей убирают, вот, особенно, когда речь идет о краткосрочных каких-то решениях, соотношение сил, кланов, кто-то чего-то сказал, кто-то, надо сказать, на кого-то настрополили. В политике ведь часто очень происходит все по законам пологии коммунальной квартиры. Краткосрочной перспективе. Это потом выправляется, когда уже наделана масса ошибок, и когда приходится исправлять эти ошибки. Вообще, занятие политикой, штука очень скучная, склочная, и очень такая рутинно неинтересная на самом деле. Вот. Есть еще вопросы? Да. А каким образом американцы изымают профили своих ближневосточных проектов? Вот они, например, разграбили Ливию. Неужели дело только в том, что там должна идти торговля за то? Не-не-не, смотрите. После того, как провалился план Буша создать новый порядок, новый порядок, силенок не хватило, они перешли к стратегии управляемого хаоса. В чем он заключается? Мы уйдем, но мы оставим после себя управляемый хаос, так, чтобы сюда не пришли китайцы и европейцы, а самое главное, мы раздробим Ливию на части, и там будут частные военные компании. А мы не будем тратиться, мы не будем тратить, там не будет армии США. Кстати, в Ираке воюют частные военные компании. Это одна вещь. И, кроме того, по Ливии была еще одна очень важная вещь. Ливийская нефть, у нее себестоимость 1-2 доллара, а Саудовская Аравия от 4-6. Если ты контролируешь ливийскую нефть, и саудовцы сбрыкнут с помощью контроля над ливийской нефтью, можно всегда им объяснить, что они себя ведут неправильно, и им будет очень-очень нехорошо. Так что с Ливией это такая вещь. То есть вообще там не идет речь о прямом выкачивании денег? Нет, просто как не идет. Во-первых, теперь издержки меньше. Там не надо... Вот мы поставили ливийскую нефть под контроль, но не армия будет контролировать американское. 14 тысяч человек высадилось, из них половина частной военной компании. Мы очень задешево будем получать эту нефть. И решать свои проблемы. Нефть... Дело не в самой нефти. Дело в нефтедолларах. Вот нужно это вот очень хорошо понять. Я вам очень рекомендую. Есть такой сайт Фонд стратегической культуры. Там прочтите статью профессора Катасонова «Реальные причины сирийских событий». Очень рекомендую. Катасонов вообще... Единственное, он как православный человек, его иногда заносят во всякие такие вот вещи. Но он знающий человек очень... Вообще, я вам очень рекомендую этот сайт Фонд стратегической культуры. Там обратите внимание на трех людей. Четверякова, Катасонов и Пономарева. Там вообще много интересных публикаций бывает на этом сайте. И, как я вам уже говорил, не забывайте, сайт Anna News Info. Мусин, который его держит, он все время курсирует из Сирии в Россию, из Сирии в Россию. И даже, когда там были все эти вещи, он сидел в Сирии. Вопросы есть еще? Андрей Ильич, а вот вы затронули речь Путина на Валдае. Да, я знаю ее в пересказе. Я ее не читал. Я в пересказе знаю самые такие... От двух людей, с которыми я работаю. Миша Казмяна, Пономарева, профессор МГИМО. Они мне рассказали, вот просто выдержки сегодня прочитали по телефону. Ну, это... Кроме того, они прослушали полностью оба эту речи. Вот. В чем вопрос? Если смогу отвечу. Вопрос в общем, на самом деле. Путин наиболее в явной форме опять затронул тему национальной идеи. Вот, по вашему мнению, вы говорили насчет сворачивания либерального проекта, да, и форсирования, наверное, патриотического разместителя. Сложнее. Понимаете, какая штука? Здесь противоречие. В чем противоречие вообще-таки путинского режима главное? Риторика внешнеполитическая, государственно-патриотическая, а курс в экономике либеральный. И это при том, что во всем мире начинает происходить отказ от либерального курса. Кстати, главные сторонники отказа от либерального курса в мировой экономике, Ротшильда, они хотят вообще покончить с долларом и вообще с либеральной... Это не значит, что они хотят там что-то хорошего. Это значит, что они наши союзники на этом этапе. Им сейчас нужно утопить доллар. А вот Рокфеллером ни в коем случае доллар топить не надо. А эти ребята хотят золотое обеспечение юаню и посчитаться с Рокфеллером. Рокфеллеры выиграли у Ротшильдов обе мировые войны. И никто такого не прощает. То есть, нужно брать реванш. И дело в том, что в России проблема национальной идеи, как в многонациональной стране, это штука, которая чревата всякими серьезными проблемами. Путин прекрасно понимает, что нужна национальная идея. Но как сформулировать национальную идею многонациональной, многоконфессиональной стране, чтобы не вызвать обострения, это серьезная проблема. Поэтому он все время там говорит российская нация, не русская, а так далее. И уходит от этой проблемы. Я даже не знаю, как я бы на его месте действовал. Потому что есть реалии, которые на него давят. И то, что России нужна не национальная идея, а некий проект, это совершенно понятно. Но заявить сейчас проект, это как бы раньше времени... То есть, нужна другая сделочная позиция. Вот тогда можно... Я все время, я ни в коем случае не сравниваю Сталина и Путина, потому что со Сталином вообще трудно кого сравнить. Это редкий персонаж в русской истории. Но Сталин, все прекрасно понимая, с 17-го года, а еще даже раньше, с 13-го года у него были конфликты с Лениным и с ленинской командой, сколько времени прошло до тех пор, пока он взялся за... отказался от курса на мировую революцию и начал строить социализм в одной отдельно взятой стране. Сколько нужно было выждать, сколько нужно было предварительных шагов сделать, подготовить плацдарм для наступления. И ведь до конца Сталин тех проблем, которые он ставил, он не решил. Он проиграл самую главную свою битву. Он хотел в 36-м году в Конституцию записать тезис об альтернативных выборах для того, чтобы создать социальную опору, социальную базу для режима, которой не было. Его же его собственное политбюро провалило. И эта опора возникла только в результате Великой Отечественной войны, когда вот мы, вот враг. Сталин хотел эту опору создать еще до войны. У него ничего не получилось. Это к вопросу о том, насколько Сталин контролировал ситуацию или ее не контролировал. Потому что, когда он только заикнулся на заседании политбюро о том, что нужны альтернативные выборы, герои гражданской войны, они же региональные наместники, главными были противниками этого, Эйхе и Хрущев, они сказали, как же так, товарищ Сталин, если народу дать возможность голосовать альтернативные выборы, то кого народ выберет? Народ выберет контролировал поповских детей, детей дворян, детей буржуев. Этого нельзя ни в коем случае делать. И чтобы у Сталина никаких соблазнов не было на этот счет, Хрущев, Эйхе и все остальные региональные люди, они развернули террор против контрреволюционных элементов. На что Сталин ответил, то есть он его остановить не мог, но он ответил ударом по верхам. То есть они устроили массовый террор, а он ответил террором по верхушке. То есть вы хотели террор по контре, но вот этот водоворот он затянет и вас. Как только эта проблема была решена, Ежову убрали, появился Берия, и началась Бериевская оттепель. Берий выпустил 25% людей, которые были арестованы при Ежове. Но сломав эту вещь, сломав сопротивление региональных верхушек, Сталин не осмелился второй раз позитивнуться об альтернативных выборах. Он понял, что здесь можно и маслину вопсу совпадать. Не случайно, кстати, что когда убили Кирова, Сталин сделал одну очень важную вещь. Он тут же поменял у себя охрану. Его охраняли люди Егоды, а он заменил их на представителей терского казачества. Казачество ненавидело людей Егоды, его соплеменников, потому что именно они проводили расказачивание. То есть Сталин заслонился казачеством от НКВД. И 3-4 года все висело вот так. Сталин даже однажды сказал тому своему знакомому КДС с приятелем, когда они шли по коридору, ставили охранники, он говорит, я иду и не знаю, кто из них может мне выстрелить в спину. То есть все, вот это мы сейчас знаем, что Сталин победил. А тогда все висело вот так вот. И это была такая очень сложная ситуация. Еще есть вопросы? Если вопросов нет, тогда мы с вами встретимся в конце октября. И побеседуем уже, может какие-то темы прояснятся к этому моменту. Следите за ситуацией финансовой. Очень многие вещи и по силе, и по Ирану, и поближе у Востока. Очень много будет сейчас зависеть от расклада сил по финансам. Спасибо! Спасибо вам! Счастливо! Дверь тогда! До свидания! До свидания! Все закрыто! Так, это ко мне. А получится, ну как? До свидания! До свидания! А где купили? До свидания! 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 До свидания!